Каждую ноту, пожалуйста, выразить. Два курса звучало. До большого путешествия всего месяц. Репетиций все больше, требования все серьезней. Все, чтобы довести исполнение до филигранной точности. Иностранных коллег по цеху хор из коми собирается удивить своим мастерством. В списке произведения на разных языках. Зарубежная классика, русская музыка, музыка современных авторов. Последним, так сказать, на десерт зрителям представят очень необычное шведское произведение, а Глеб-то. Музыки там почти нет, хор будет кричать и выть. Это даже не песня, а настоящее заклинание, которое помогает отогнать от себя противника. Было сразу 8 произведений, и мы сразу их всех охватывали, старались. Ну, конечно, понемножку, это очень трудно. Вот, и очень много сил и времени мы занимались и по выходным, и в наше свободное время. Дабы получить какой-либо результат. В основе всемирных хоровых игр лежат идеалы олимпийского движения. По сути, это и есть олимпийские игры, только среди вокальных коллективов. Джаз, классика, духовная музыка. Представлены там все направления хорового искусства высочайшего уровня. Фестиваль проходит раз в два года на разных континентах. В 2016-м Россия впервые принимала первенство на своей территории. И впервые наши певцы попробовали свои силы, взяли золото. За всю историю республики это первый творческий коллектив, добившийся попадания в престижный международный рейтинг. Мы попали на церемонию закрытия, и она, конечно, очень похожа на церемонию закрытия вот этой спортивной олимпиады, которая была в Сочи. И, конечно, это всех вот этот грандиозный размах мероприятий, он, конечно, всех впечатлил. И студенты, я такая, чтобы, наверное, сама бы не помыслила, чтобы еще в ЮАР поехать, да, вот, но студенты говорят, ну, давайте, Ольга, ну, давайте. И вот с 16-го года я говорю, ну, хорошо, ладно, пошла на поводу, что называется у них. И обсудив с нашим министром Сергеем Витальевичем Емельяновым, как раз в 16-м году он заступил на пост, он, конечно, тоже сам сейчас признается, говорит, что был так, ну, слегка удивлен, ошарашен вот этой идеей, потому что, ну, вот представляете, это же очень, это не один, не два человека, это вот мы едем, у нас 27 человек. Среди участников хора несколько преподавателей, остальные студенты, причем некоторые уже с большим профессиональным опытом. Урженко Вуктыла Ена Семяшкина поет 12 лет. За плечами участие в известном проекте «Ты супер» на одном из федеральных телеканалов. Правда, петь там пришлось в непривычной для вокалистки эстрадной манере. Конечно, это опыт, потому что я поняла, как устроено вот именно как раз такие медийные шоу. Переключиться не столько сложно, потому что я пою всегда в академической манере, и поэтому, когда я пою в эстрадной манере, у меня слышен академический вокал. Здесь же Яна как рыба в воде. В своих шансах участницы не сомневаются, хотя признают. При кажущейся простоте хор искусство невероятно сложное. Требует большой концентрации и самоотдачи. В хоре, конечно, гораздо труднее петь. Потому что здесь, во-первых, большое количество человек. Нужно прислушиваться к каждому, чтобы было единое звучание. Нужно слушать соседей, нужно слушать соседние партии. Вот в этом большая сложность. Хор из Коми заявился сразу в две номинации. К слову, допустили наших даже без квалификационного отбора. За звание лучшего хор поборется сразу с чемпионами мира. Таисия Жакова, Павел Юлиан Мин, телеканал Юрган.